Приветики еще раз. В общем, загуглил я. В комплекте должны быть часы, такой вот кабель для подключения с одной стороны сюда, на другой стороне к USB-шке. USB-шник подходит 5 вольт и 1 ампер, ну то есть телефон вполне подходит. Потом часы, кабель, инструкция и сама коробка. Инструкции у меня не было, но не вложили ее, поэтому лучше не покупать в левых магазинах всякие часы. Ну или вообще любые, любые товары. Вот, в общем, загуглил я тоже немножко по инструкции, что значит. Здесь батарейки вставляются и здесь еще есть кнопка, вот она. Reset. Если у вас что-то с часами не так, нажимайте на эту кнопку Reset и происходит сброс всех настроек. Вот, потом, ну это в том случае, если что-то не так. Вот это, это для голосового восприятия, потому что она может слышать звуки и реагировать на них. Ну то есть, когда находится в режиме энергосбережения, это лампочка, не знаю для чего, это... Потом это сама пищалка, потом кнопка настройки, вверх и вниз. Вот сами часы. И получается здесь есть режимы. Нажимаем кнопку Down вниз и она показывает, что режим энергосбережения выключен. То есть, нажимаем включим, то есть нажимаем два раза, пока не появится он. И тогда часы со временем гаснут. А разбудить их можно звуком. То есть, вы там хлопнули, стукнули, они загораются. После того, как загорелись, также от звука зависит яркость. По-моему, еще раз, когда слава ночи слышат звук, они начинают ярче светиться. Вот. Ну вот они и погасли, а разбудить их можно от звука разбудились. Но это, скорее всего, нужно для работы с батареей. А для работы... Я их не плотно закрыл. А для работы сети это не нужно, поэтому можно просто выключить, да и все. Также, если удержать эту кнопку, перейдет режим температуры на Фаренгейт. Если еще раз удерживать, на Цельсия. Потом кнопка вверх, нажимаем. Это режим работы. Первый. Это оно будет показывать часы. И через там 10 секунд, на 2 секунды переключаться на дату. И возвращаться обратно. И так постоянно. Вот, как сейчас. Второй режим. Это оно будет постоянно показывать часы. И третий режим, последний, это на кнопке Up. Оно будет показывать часы, периодически переключаясь на режимы, которые вы настраивали. Правда, я не понял, что значит те режимы, которые мы настраивали. Но, в общем, оно тоже иногда будет переключаться на... То есть, написано, когда вы настроите режимы, в третьем режиме... Оно будет переключаться на те режимы и возвращаться на часы. Но я не понял, что это значит. Но мне надо, чтобы оно все время показывало время. То есть, ставим двойку. То есть, оно пишет, когда вы настроите режимы, и если будет включен режим отображения третий, то оно будет переключаться на режимы и возвращаться обратно к часам и так постоянно. Или как-то так. Но, в общем, я не понял, что это значит, что за режимы. Вот. И последняя кнопка Set. Нажимаем. Оно переходит на время. Если вам нужно настроить дату, удерживаем. И тогда оно начинает настраивать дату. Нажимаем еще. Это год. Нажимаем еще раз. Месяц. И еще раз день. Нажимаем. Все. Настройка закончилась. Нажимаем еще раз. Это уже будильник. Нажимаем на Up. Он включен. И можно настроить время его. Также удерживаем. Set. И клавишами вверх и вниз настраиваем либо выше, либо ниже. Еще раз Set. Заканчивает настройку. Часов. Переходит ко времени. Нажимаем еще раз. Все. Оно закончилось. Переходим ко второму будильнику. И то же самое. Если нажать удерживать Set. Оно перейдет к настройке часов и минут. Нажимаем еще раз. Минуты. Нажимаем еще раз. Заканчивается настройка. Нажимаем еще раз. Если надо настройки часы, удерживаем. Оно предложит формат 24-часовой Или 12-часовой Тоже нажимаем кнопками вверх или вниз И оно меняет У меня 24-часовой Еще раз сет Предлагает настроить Ну то есть Кнопкой сет Мы переключаемся между Часами, датой и будильником Если надо что-то из них настроить То удерживаем кнопку сет 3 секунды Если мы были на часах Это идет настройка часов И потом просто переключаемся Однократно нажимая на сет Между часами, минутами Потом, когда закончили настройку То есть удержали Оно перешло к настройке Допустим, времени настроили Часы, еще раз нажали Однократно минута, еще раз нажали Все, настройка закончена И дальше идет переключение И если включен будильник Пере переключение мы видим стоит он Нажимаем на ап Именно ап И он выключается Вот третий включен Нажимаем на ап Вот он выключается Да, он Это никак не влияет Это переходит в настройку Энергосбережения Настраивает только Верхняя кнопка ап Включена или выключена Вот и все Вот и все настройки А яркость Яркость выбирается Если включен режим энергосбережения То То же от звука Вот мы щелкнули И оно стало ярче И можно выключить режим энергосбережения Все То есть включаем режим энергосбережения Включается этот динамик Слушая звук Щелкаем Оно стало ярче Если проходит какое-то время Щелкаем И оно Ну то есть Сразу на нее реагирует моментально То есть Проходит Какой-то Сколько там секунд Еще раз И оно темнее Светлее Если ничего не делаешь В режиме энергосбережения Оно вообще выключается полностью А от звука проснется Но лучше выключить Это все дело Зачем нам надо Оно от сети работает И вот оно осталось В верхнем режиме А чтобы перейти В более тусклый Опять же Режим энергосбережения Вот И оно стало темнее Выключаем И все Оно будет в северном режиме Если включаем Вот Светлее стало Все Нам так устраивает Светлее Два режима яркости Притускненные Светлые Все И выключаем Чтобы оно Больше на звук Не реагировало Вот так Так оно и работает Хотя Даже если оно От сети работает И мешает То что оно все время горит Можно включить Режим энергосбережения Оно будет гаснуть Потом так хлопнул В ладоши И хоп Оно Типа как умный дом Загорелось Вот Такая настройка часов Все Довольно таки просто Когда Посчитал инструкцию До того Так кажется И непонятно Вот как-то так На этом все Всем Покеду Продолжение следует...